Вот бумажные вкладыши солдатского медальона. На нем рукой бойца выведено имя Гавриил Халдин. Первоуральец ушел на фронт в 1942-м и в том же году пропал без вести. Спустя 74 года его останки в Смоленской области нашли поисковики. Летом 2016-го Гавриила перезахоронили на Малой Родине. В Первоуральске на Мемориале Славы. А недавно из Смоленска привезли и личные вещи солдата, найденные на поле боя. Кроме медальона, здесь простреленные гильзы и затвор, уже от давно ставшей историей винтовки Мосина, образца 1891 года, которую называли трехлинейкой. Она служила и регулярным войскам российской армии. С ней воевали в Первую мировую войну гражданскую. И вот наши отцы, деды, прадеды взяли в руки эту винтовку. Она помогала воевать. Во время поездки Николай Чабин передал Смоленскому музею список солдат, которые были призваны на фронт из Первоуральска и пропали без вести на территории Смоленской области. Эти данные очень ценны для поисковиков. Они помогают найти родственников солдат. А все личные вещи Гавриила Халдина теперь экспонаты Музея Первоуральского совета ветеранов. Это было очень знаковое событие. Собрались наши активисты, ветераны. Николай Александрович рассказывал об этой поездке, рассказывал о том, как его сердечно встречали на Смоленской земле. Поездку организовал областной совет ветеранов. Смоленск, Брянск, Белгород. Всего уральцы посетили семь городов-героев. Побывали и на легендарном Прохоровском поле, где было крупнейшее в истории танковое сражение. Нам передали землю из эпицентра танкового сражения. Наши земляки, артинцы, тоже приготовили землю. Они привезли освященную землю с мемориала воинской славы. И вот так соединяются земли и души россиян. Финальной точкой маршрута стала Тула. Один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который отбил все атаки противника и остался непокоренным. Коренеки Рогасьян, Сергей Шемет, Интера ТВ